Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Город Карачаевск стал победителем в конкурсе «Малые города, исторические сельские поселения» и получит 80 миллионов рублей на благоустройство территории. В Нижнем Новгороде в рамках форума «Среда для жизни, город и вода» состалась церемония награждения победителей конкурса «Малые города, исторические сельские поселения». Одним из победителей признана заявка Карачаево-Черкесии, в частности, город Карачаевск с проектом благоустройства общественной территории «Зеленый остров». Награду вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин. Отмечу, что впервые один из городов республики выигрывает в данном конкурсе. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил Карачаевск с победой. В Карачаево-Черкесии стартовал военно-технический форум «Армия-2021». До 28 августа можно будет посмотреть образцы вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, для жителей гостей Черкесии подготовлена зрелищная программа, включающая работу полевой кухни и демонстрацию различных ситуаций, преодоление водной преграды, захват и уничтожение условного объекта противника, стрельба из разных видов вооружения и многое другое. Ахмат Халкечев продолжит. Показов военной техники таких масштабов в Карачаево-Черкесии еще не было. Международный военно-технический форум «Армия-2021» у нас проходит в трех локациях. Площадка статистических и динамических показов расположилась в парке «Зеленый остров». В мероприятии задействованы служащие 34-й отдельной мотострельковой бригады «Горная», силы управления МЧС по Карачаевой Черкесии и военной полиции. Цель форума – повышение престижа службы в вооруженных силах и патриотическое воспитание молодежи. У нас еще есть коновьючный взвод, который приедет сюда, они будут показывать динамические показы. Вон там дальше установлен миномет, плюс захват ДРГ с холостой стрельбой. Дальше, если вы посмотрите назад, там уже вон ходят гражданские люди, которые переходят через переправу там направленную. Здесь у нас подъем, спуск с помощью жумара. Даже военная полиция тоже изъявила желание, тоже не участвует у нас. Ну и самое, что будет детям интересно, это, конечно, оружие. Тем, кому интересны стрелковые виды вооружения, организована площадка на базе войскового тира Росгвардии в Иджугуте, куда осуществляется бесплатная перевозка. Помимо демонстрационной стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, здесь у всех желающих будет возможность проверить еще и свою меткость. Ну а любители военной техники ждут на автодроме Доса в Черкесске. Военные инструктора проведут показательные заезды спецтранспорта на гусеничном ходу. Здесь также любой желающий может побыть в роли водителя, сев за руль военного КАМАЗа. Машина вообще, форума? Хорошая машина, красивая, так сказать. Самое главное, нужная. То есть не подведет, думаю, в трудной ситуации. В армию, я так понимаю, собираюсь, да? Уже готовлюсь с юных лет. Так точно. Есть какие-то приоритеты, в какие войска хочешь попасть? Десантные. Форум является международным, потому как подобные площадки в эти дни организованы и за рубежом, где имеются военные базы Минобороны России. Ахмар Халкичев, Михак Аракелян, Вести Крачаева, Черкесия. Современный животноводческий комплекс фирмы «Сатурн» по выращиванию фуражных коров в нашей республике вышел на полную мощность. Как все начиналось, как содержат скот, какие перспективы в развитии, и какие показатели надоя коровы и многом другом, узнавала Альбина Ламкова. Значительный рост уровня производства молока на ферме фирмы «Сатурн» в последние годы обеспечил ресурсную базу и способствовал росту и качеству выпуска готовой молочной продукции. Животноводческий комплекс находится в ауле Старковинск. Он полностью механизирован и оснащен самым современным оборудованием. Изначально проект был разработан в 2018 году. Тогда ферма рассчитывалась на 900 голов со шлейфом. В настоящий момент его количество составляет 2700. Из них 1150 коровы плюс сухостой молодняк – будущее фермы. В апреле этого года предприятие получило статус племенного. В планах увеличение количества на 1300 голов именно дойных коров. Мы надаиваем в сутки порядка 34-36 тысяч литров, нацелены на 40-42 тысячи литров в сутки. То есть, ну, скажем так, потолка еще мы не достигли, но мы вышли на плановые показатели еще в прошлом году. Значит, по бизнес-плану у нас показатель 6000 литров от коровы. Надой коровы за 2020 год был закрыт показателями в 10 тысяч тонн от одной коровы. А в этом году эту планку планируют повысить, что составит 12 тысяч тонн молока. Оно высшего сорта и с определенной жирностью. Соответственно, и качество на уровне. Затем его дальнейшая переработка происходит на своей же ферме «Сатурн». Компания успешно работает на молочном рынке Юга России с 1992 года. Выпускает свыше 100 тонн продукции в сутки. В ассортиментную линейку входят как классические продукты, так и айран, мацони, каймах, которые производят из молока своей же фермы. Самые известные бренды выпускаемой продукции выходят под маркой «Добрый молочник», «Кавказский долгожитель» и «Бабулины продукты». В «Сатурне» особое внимание уделяют качеству молока и увеличению его количества. На ферме идет непрерывный процесс развития. Занимаются мелиорацией, создают собственную кормовую базу. Применяются прогрессивные технологии заготовки и хранения кормов. Построена новая яма на 7,5 кубических метров для силоса и сенажа. Возведен навес для сена, растет количество поголовья, поэтому была необходимость и в строительстве нового коровника фермы «Рея» фермы «Сатурн». Можете наблюдать, ведутся монтажные работы, то есть как бы строительная часть практически закончена, и сейчас ведутся монтажные работы именно того оборудования, которое предназначено для содержания животных, для их комфорта, для того, чтобы возможно было с этими животными работать, в частности, щетки-песалки установлены, ходлоги, автоматические поилки, вентиляторы. Ну вот, все идет как бы к завершению. Также Сергей Борисович рассказал, что благодаря оказанной Министерством сельского хозяйства России и правительством республики идет значительная поддержка субсидиями, что дает возможность строить планы и развиваться дальше. Белоламкова Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Адыхабльский район. По информации оперштаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 841 человек. Из них 21 434 выздоровели, 694 человека госпитализированы. Наши корреспонденты в своих репортажах с регулярной периодичностью рассказывают о положении дел по борьбе с распространением COVID-19 в резерве, в разрезе городов и районов. Предлагаем вашему вниманию сюжет Мурата Дженкиозова из Прикубанского района. В Карачаево-Черкесии за сутки выявляются десятки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на ускорившуюся вакцинацию, прогнозы врачей крайне сдержаны. Особую тревогу у них вызывают те, кто проводит отпуск на морских курортах. Обстановка крайне напряженная. Обстановку усугубляют нам, я их так называю, моряки, которые с побережья вернулись. За последние буквально неделю, 10 дней, более, в районе 30 человек только изгоспитализированы, это моряки с лазурного побережья, с ровным загаром, на сегодняшний день они в госпиталях. Главный врач Прикубанской ЦРБ Султан Датуев еще раз напомнил о том, каким образом жители могут пройти вакцинацию. Первый путь – обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Второе – обратившись к участковому терапевту пройти вакцинацию на дому. Третий путь – это пройти вакцинацию, обратившись в поликлинику. Четвертый путь – обратившись к участковому терапевту. У нас, если человек хочет пройти вакцинацию в поликлинике, но у него нет возможности приехать, у нас для этих целей организован автотранспорт. Несмотря на расхождение во взглядах, в главном врачи сходятся точно. Медлить с вакцинацией нельзя. У населения должен выработаться коллективный иммунитет. Сегодня очередей на вакцинацию в Центральной районной больнице нет. Вакцинация проходит в обычном режиме. Осложнений как таковых после вакцинации не должно быть, но в первый день может наблюдаться небольшая температура до 38 градусов. Это вполне нормальное явление. При повышении температуры больные могут сбивать температуру жаропонижающими средствами, такими как парацетамол. Больше никаких осложнений не должно быть. Вакцина у нас хранится в морозильнике, в замороженном виде. В наличии у нас есть вакцина «Спутник Ви», также есть вакцина «Спутник Лайт» и вакцина «Эпивак Корона». Все-таки ковид, группа заболеваний не очень приятная, поэтому нужно прививаться. Мы вместе с женой прививаемся в один день. Это третья прививка, первых две мы прошли уже. Общее количество подлежащих вакцинаций в районе составляет почти 13 тысяч. Из них первым компонентом вакцинированы около 5700 жителей. Вторым компонентом вакцинированы чуть более 5000 человек. Мурат Чантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. И о спорте. Сотрудник МВД по Карачаево-Черкесии Руслан Шедаков стал серебряным призером чемпионата Европы по смешанным боевым единоборствам в Казани. А также Александр Есипов завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по тхэквондо, которая проходила в Таллине. Это все вести. Удачи и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, в горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 28, плюс 33. В горах местами плюс 21, плюс 26 градусов. Черкесский без осадков. Ветер восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 31, плюс 33 градуса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон свадеб начался, и мы готовы бросить букет счастливчикам. Новая серия элегантных диванов «Ангажемент» в нежных цветах безусловно подойдет для молодой семьи и будет радовать долгие годы. Подарок до минус 30% в августе ждет всех. «Ангажемент». Мебель. Интерьерные решения. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 26 по 29 августа в Центре развития предпринимательства. Огромный выбор норковых шуб. Рассрочка на три года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок.